8 причин развивать YouTube канал в 2020 году. Привет, с вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubes. В этом видео мы поговорим про 8 причин развивать YouTube канал в 2020 году. Прежде чем мы начнем, обязательно рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. И в правом верхнем углу уже сейчас вы можете забрать бесплатно пошаговый план продвижения вашего бизнеса на YouTube. Ну а мы с вами продолжаем. Первое – это узнаваемость компании. На YouTube все еще не так велика конкуренция во многих нишах, и вы можете стать номером один в своей тематике. И сделать это достаточно быстро и просто. Кроме того, YouTube может стать основным конкурентным преимуществом вашей компании, потому что этот инструмент на данный момент использует очень мало бизнесов и очень мало предпринимателей. Вторая причина – это увеличение доверия. Когда вы выкладываете ролики на YouTube и рассматриваете свой бизнес, свой продукт, свою услугу с разных сторон, вы рассказываете плюсы и минусы, как использовать, в чем ваш товар-услуга может помочь, какую проблему решить. У людей появляется эмоциональная связь. Когда они начинают следить за вашими видео, они более глубоко погружаются в тему и становятся такой неотъемлемой частью даже вашего бизнеса. И им намного проще прийти и за счет того, что они уже многое знают и доверяют вам, отдать вам просто деньги и купить ваш товар-услугу. Третья причина – это то, что YouTube может быть дешевым источником трафика, заявок и потенциальных клиентов. На самом деле, через Google AdWords сейчас есть возможность настроить показы ваших видео целевой аудитории всего лишь по 50 копеек или же по 1 рублю в среднем. Четвертое – это сокращение бюджета на SEO-оптимизацию сайта, которая достаточно дорогая и долгосрочная. Ролики сейчас оптимизировать – это как раз пятая уже причина – и вывести в топ намного проще и быстрее. Шестая причина – это генерация полезного контента. Когда вы записываете видео на разные темы, которые могут быть интересны потенциальной целевой аудитории, во-первых, один раз записав ролики, они работают на все время существования вашего бизнеса, во-вторых, эти же видео вы можете использовать в других социальных сетях, там ВКонтакте, в Инстаграме, в IGTV, даже в Яндекс.Дзене, да, то есть у вас будет уже готовый контент, который не нужно записывать несколько раз, вы делаете это, например, всего один раз в месяц, и у вас уже есть полноценный контент, который вы можете использовать во всех своих ресурсах. Седьмая причина – это бесплатные клиенты и продажи за счет попадания вашего видео в рекомендуемой и на главную страницу к целевой аудитории. Когда вы записали видео и выкладываете его на YouTube, необходимо сделать правильную оптимизацию, сделать хорошее, правильное, качественное название, подобрать ключевые слова, сделать правильное SEO-описание, и тогда высока вероятность того, что ваши ролики зацепятся за рекомендуемый к популярным каналам и будут приводить вам постоянно бесплатную целевую аудиторию. И восьмая причина – это привлечение сотрудников или же партнеров. То есть, например, вы ищете в команду какого-то человека, вы всегда можете говорить об этом через видео, показывать о том, как работает ваша компания, какие условия у сотрудников. Если вы, например, ищете партнеров, которые будут продавать ваши товары и услуги, то они увидят, что вы действительно серьезно намерены и вам можно доверять. Если вы ищете инвестора в свой бизнес, то также вы можете рассказать о преимуществах бизнеса, об объеме рынка, о том, какие тенденции, и инвесторы сами вас найдут благодаря вашим роликам. Вот такие восемь причин, о которых я хотела вам сказать в этом видео. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные ролики. Кто хочет, прямо сейчас можете по ссылке, которую видите на экране, забрать пошаговый план продвижения своего бизнеса. Для этого нужно ответить на 7 коротких вопросов. И смотрите другие полезные ролики на канале. А с вами была Юлия Измайлова. Увидимся. Пока.